Анастасия Кудряшова Сейчас идёт очень такой необычный эксперимент. Вы и ваш коллега Александр Караваев решили попробовать прожить месяц на сумму прожиточного минимума. Да, это так. То есть это порядка 9 тысяч? Да, это 9 тысяч рублей. Сюда входит и на питание, это половина суммы на питание уходит, а также на услуги, на оплату коммунальных услуг, на транспорт, налоги сюда же входят. Тысяча с небольшим отводится на налоги и сборы обязательные. И на непродовольственные товары отводится где-то полторы тысячи. Я так понимаю, что инициатором был ваш коллега Александр. Почему у вас возникло желание тоже поучаствовать в этом эксперименте? И не было ли каких-то опасений по поводу того, как это всё получится? Да, действительно, Александр был инициатором. Изначально он принимал участие дважды уже в таком эксперименте. У него был опыт. Но он всё время был один. А здесь он предложил мне поучаствовать и проверить, как это отразится и на женском здоровье, на женском организме. Такие вот эксперименты. Я, честно говоря, как-то подумала, что, возможно, это даже будет совершенно несложно, потому что своё питание я особо не следила за ним. Покупала, ну, не ограничивала себя, покупала, что хотелось. И не вела никакого учёта. То есть, ну, не смотрела, сколько у меня уходит в месяц на еду. Периодически ходила в кафе, в столовых питалась, покупала полуфрикаты. То есть, ни в чём себе не отказывала, грубо говоря. Поэтому подумала, что 4 тысяч, наверное, мне хватит на питание. Ну, я с лёгкостью согласилась. То есть, это сумма, и нельзя выходить за рамки, то есть, нельзя переступать к черту. 4 тысячи, не больше. Всё остальное, всё остальное тоже делится. То есть, на услуги предоставляется 2 с небольшим тысячи. Сюда входит квартплата, сюда входят транспортные расходы. Ну, я не знаю, конечно, может быть, у кого-то и есть такие квартиры, за которые квартплата составляет менее 2 тысяч рублей. Но я на 100% уверена, что, скорее всего, нет такого. Вы, насколько я знаю, живёте в частном доме. Сколько в месяц уходит на содержание? На содержание, именно на работу электричества, на электроприборов, и на газ у меня уходит 2 с половиной тысячи рублей. Я не плачу за содержание фелье. Поэтому в этом мне плюс. Но минус в том, что я живу загородно, поэтому мне приходится ездить на автомобиле, на частном. Это несколько тысяч рублей в месяц расхода на бензин, плюс обслуживание автомобиля, его содержание. То есть, существуя на прожиточный минимум, вам пришлось отказаться от личного транспорта, я правильно понимаю? Да, пришлось отказаться. И причём, иногда, конечно, я делаю исключения, потому что бывают разные дни. Я продолжаю работать, вести активный образ жизни. И бывает, что просто невозможно обойтись без автомобиля. Но я посчитала, что если я буду пользоваться только общественным транспортом и без пересадок, у меня уйдёт около 800 рублей в месяц на передвижение на автобусе. Но остальную часть пути до редакции, от автовокзала до редакции, мне придётся проходить пешком. Вот это, конечно, дополнительное время и дополнительные энергозатраты. В моём положении это, конечно, не очень хорошо, потому что калорийность сейчас занижена у меня. Как вообще изменился твой рацион питания в этом эксперименте? Из моего рациона пропало всё самое приятное. Нет никаких вкусностей. Фруктов ограниченное количество, и то появилось только в последнее время, после некоторых происшествий, так сказать, связанных с моим здоровьем. Пришлось всё-таки позволить себе купить фрукты. Ну и то, что это за фрукты? Это килограмм яблок, купленных по низкой цене, которые в Рязани ещё поискать надо. Дорогие яблоки себе позволить не могу. Это лимон один, ну чтобы как-то поддержать иммунитет. Это бананы. Вот бананы, не могу от них вообще никак отказаться, потому что кушаю на завтрак обязательно каши, у меня тут молочная с бананом. Здоровье ваше как отреагировало на такие резкие перемены? Здоровье, конечно, моё, да, оно было в шоке от того, что я так резко ограничивала свой рацион. Первые 10 дней я только завтракала, обедала, иногда даже не ужинала. То есть не каждый вечер я ужинала. Порции у меня были небольшие первое время, и не было никаких перекусов. То есть во время работы периодически там что-то съешь, там пирожок, какую-то булочку, там пирожное, несколько раз пьёшь чай с чем-нибудь вкусным, там шоколадом или бутербродом с сыром. Сейчас об этом приходится только мечтать. И здоровье дало сбой. Сначала появились лёгкие головокружения. Я подумала, ну, может быть, что-то, не знаю, может быть, что-то с погодой или с чем-то вот. Не связала это как-то почему-то со своим рационом, не знаю даже почему. И было один раз даже ночное головокружение, то есть во сне. Такое вообще для меня было редкость большая. Я подумала, может быть, и правда это как-то связано с питанием. Но как-то немножко там всё это подутихло. Я продолжила опять так же лёгкий голод практиковать. И спустя 10 дней у меня начались очень сильные головокружения. И появились мурашки по области головы. То есть вот от макушки до затылка всё покрывалось мурашками. Это продолжалось сутки. Я не спала ночь. С утра вышла на работу. Кое-как отработала день. И вечером приползла, можно сказать, буквально к врачу, к неврологу. Неврологу рассказала о своей проблеме. Невролог меня выслушала. И потом поинтересовалась моим рационом питания, что я кушаю. Ну я ей сказала, что я участвую в редакционном эксперименте. Потому что я вот из журналиста, из газеты. И она, конечно, говорит, ну надо было с этого и начинать. Потому что причина как раз в моём питании, оказывается. Я говорю, ну почему так быстро? Как такое может быть? Я всего 10 дней экспериментирую. Почему? Как? Что у меня уже какие-то такие симптомы появляются, с которыми просто жить невозможно и работать. То есть я активный образ жизни. Нереально. Она говорит, что просто у меня небольшие запасы в организме питательных веществ. И моя кровь уже изменила свой состав. Я сказала, что немедленно заканчивайте с экспериментами. Иначе следующий этап, это будет, вы упадёте в обморок. И потом нужно будет долго восстанавливать силы. Соответственно, это может подождать больничная койка и всё что угодно. Я, конечно, так прислушивалась к его словам, насторожилась. Но решила продолжить эксперимент. Не стала выходить. Но каким-то образом скорректировали рацион питания? Да, скорректировала рацион. Я стала питаться стабильно, три раза в день. Я не пропускаю ужинов. Я перекусываю и включила в свой рацион фрукты. Для вас это всего лишь месяц. Для некоторых людей они так живут каждый день, каждый месяц, да, на протяжении длительного времени. Вообще цель вашего эксперимента, что кому вы хотите доказать, показать? Мы хотим просто на личном опыте показать, возможно ли выжить на деньги, которые предлагает нам государство. Вот на месяц оно выдаёт нам такую сумму. Можно ли вообще протянуть, не потерять здоровье? Можно ли вести активный образ жизни, работать взрослому человеку на эти средства? На личном опыте пытаемся это выяснить. Я так понимаю, что эксперимент уже прошёл середину, да? То есть сколько времени осталось до окончания эксперимента и сколько у вас осталось денег? Осталось 11 дней до окончания эксперимента. Денег осталось, у меня тысяча рублей осталось небольшим. Есть, конечно, у меня запасы, кое-какие съестные крупы, есть фарш куриный, полкилограмма. Насколько я понимаю, результаты вашего эксперимента, о них можно узнать из вашей газеты, да? Каждую неделю вы печатаете какие-то отчётные статьи? Да, Ирина, каждую неделю у нас выходит «Комсомольская правда», «Толстушка». Мы ведём, так сказать, блог свой с Александром, с моим коллегой. Описываем свои ощущения за неделю, что мы кушали, сколько денег мы потратили, сколько у нас осталось. Ну, в общем, дневники такие ведём. А также мы выкладываем эту же самую информацию на наш сайт «Комсомольская правда». Настя, мы искренне желаем вам удачи, желаем, чтобы ваше здоровье это выдержало. Ну что ж, я напоминаю, что у нас в гостях была Анастасия Кудряшова, корреспондент газеты «Комсомольская правда». Настя, спасибо вам большое, что пришли. Спасибо, что пригласили. Ну, а мы прощаемся с вами, желаем вам всего самого доброго, увидимся в следующих выпусках. Субтитры подогнал «Симон»!